О значении слов «бенгалия», «бенгалец» и «бенгальский». Хумаюнаджат. Часть первая. О происхождении бенгальской нации. Кто такой бенгалец? Цвет его кожи не так ослепительно бел, как у англичан, но и не так кромешно темен, как у африканцев. Цвет кожи бенгальца, то есть моей, твоей и всех окружающих нас людей, скорее средней тональности. Форму его головы нельзя назвать ни приплюснутой, ни продолговатой. Форма наших носов отнюдь не отличается греческой прямотой, но и курносами их тоже никак не назовешь. В среднем рост каждого бенгальца немного больше пяти футов, в скобках, от 150 сантиметров, но он редко достигает шести, в скобках, 180 сантиметров. Таковы основные физиологические параметры среднестатистического бенгальца. Мы постоянно видим вокруг себя именно таких людей. Но кто были наши предки? В результате каких изменений появился этот демографический тип? Ведь понятно, что за один день такой неопределенно темный цвет кожи и такие не очень высокие тела мы никак не могли получить. Ну что ж, попытаемся понять, что собой представляли наши далекие предки. В результате многочисленных исследований антропологи с полной определенностью смогли заявить, что наши предки пришли из Цейлона. Выходцы из Цейлона много веков назад полностью наводнили территорию современной Индии. Поэтому значительная часть, текущей в наших венах крови, принадлежит именно им. Но эта кровь постоянно смешивалась, из века в век она с любовью принимала в себя все новые и новые потоки самых разных происхождений. Как сказал Робин Дранат Тагор в своей «Бхарата Тиртхе» на русском «Дом и мир». На земле Индии в одну семью сливались представители многих народов. Это были и скифы, и гунны, а также выходцы из Средней и Центральной Азии и Афганистана. Поэтому в жилах бенгальцев текут смешавшиеся между собой довольно разнообразные потоки крови. И мы являемся потомками всех этих людей. Что касается изначально проживавших на территории Индийского полуострова народов, таких как Санталы, Мунды, Малопахады и другие, то их кровь также не осталась чистой. Они смешивались с представителями низших каст индуистского общества. Причем в жилах представителей высших каст и мусульман тоже можно обнаружить довольно значительное количество этой крови. И вот во все эти потоки крови влился еще один поток. И этот поток оказался потоком монгольской крови. Глаза монголов очень необычны по внешнему виду. Миндалевидная форма с красивым изгибом на одном из углов. Причем сразу же обращает на себя внимание красноватый оттенок окраски белка. Среди бенгальцев очень многих именно такие глаза. И, наконец, к крови современных бенгальцев был подмешан еще один поток. Поток крови индоарийского народа. Эти люди обладали очень крепким телосложением, золотистым цветом кожи, высоким ростом, а носы их имели необыкновенно правильную и очень красивую форму. Среди бенгальцев до сих пор довольно часто встречается этот тип. После этого в бенгалию из персидского Туркестана пришли племена саков, в скобках шаков, и их кровь также смешалась с кровью наших предков. Таким образом, мы появились в результате смешения между собой представителей столь отличающихся друг от друга народов. После саков в кровь наших предков вливались еще очень многие потоки крови. Из других стран к нам приходили разные завоеватели. Они захватывали нашу землю, вступали в браки с бенгальскими женщинами и в конечном итоге сливались с бенгальским народом. Завоеватели приходили с Аравийского полуострова, из Персии и многих других стран, и все они оставались жить здесь, среди нас. Бенгальские мусульмане тоже являются самыми настоящими бенгальцами, хотя одно время в их среде существовали люди, которые, опираясь на свое непомерно раздутое и абсолютно беспочвенное чувство ложной гордости, говорили, что они не бенгальцы, а чистокровные арабы. Конечно, в наших жилах течет какая-то часть арабской крови, но все-таки мы считаемся жителями именно этой страны. Мы – потомственные бенгальцы. После прихода в Бенгалию мусульман, а это произошло где-то в XIII веке, изнывающие под гнетом буддийской элиты, представители низших, беднейших слоев общества, начали в массовом порядке принимать ислам. В этой борьбе мусульмане, несомненно, одержали самую решительную победу. Благодаря полученной ими власти, а также вследствие крившихся в недрах существовавшей тогда религии определенных противоречий, многие бенгальцы, стремясь обрести свободу от гнетущей бедности и налагаемых на них религиозным законом ограничений, принимали ислам. Поэтому сейчас мы, мусульмане Бенгалии, по национальности являемся бенгальцами, но, по вере, входим в огромную семью мусульман. Все-таки на протяжении довольно длительного времени среди бенгальских мусульман велись продолжительные и очень ожесточенные споры относительно их истинного происхождения. Одна группа с большой гордостью заявляла, что они не являются уроженцами этой страны, но что они принадлежат к числу иранских арабов. Они вели себя здесь, как пришельцы, хотя жили на этой земле и ели ее хлеб, продолжая безосновательно считать себя иранскими арабами. Члены другой группы, их точку зрения я тоже не могу принять, и мне бы не хотелось, чтобы их идеи занимали доминирующее положение в нашем обществе. В целях закрепления за собою каких-то имущественных или моральных прав называли себя исконными жителями Бенгалии. Между представителями этих двух групп очень длительное время велись ожесточенные споры. Эти споры начались приблизительно в XIII веке, и они продолжают, в сущности, будоражить мусульманское общество Бенгалии и по сей день. Глядя на эти разногласия, один великий средневековый бенгальский поэт в отчаянии произнес, «Если человек, родившись в Бенгалии, презирает бенгальский язык, то почему он не убирается отсюда куда подальше? Ему просто надо оставить эту землю». Имя этого поэта – Абадул Хаким. И я сегодня с гордостью заявляю – я бенгалец. Бенгальский язык является моим родным языком, а Бенгалия – моей великой родиной.